Здесь, в Варигово, запустили новую шоколадную линию. На ней уже производят до 500 килограммов шоколада в час. Оценить работу предприятия приехал губернатор Ярославской области Сергей Ястребов. Для него провели экскурсию по цехам. Как отметила директор компании, сюда охотно идет работать молодежь. Утверждают, в основном потому, что любят шоколад. Ассортимент предприятия больше двухсот наименований. Это чай, кофе, какао и, конечно же, шоколад. Сейчас здесь трудятся 238 человек. За 2015 год компания смогла выручить почти миллиард рублей. А это значит солидное пополнение и районного бюджета. Для большого села, поселка Варигово, это, в общем-то, находится именно здесь. Но это, в общем-то, крупнейшее предприятие, которое во многом помогает формировать местный бюджет Большесельского муниципального района. Сергей Ястребов отметил, фабрика находится в списке приоритетных инвестиционных проектов. Это гарантирует ей поддержку на уровне области. Как рассказала генеральный директор компании Надежда Пуздрова, в дальнейшем предприятие планирует только наращивать производство. Так в Большесельском районе выполняют программу импортозамещения. Мы будем выпускать такие новинки, как шоколадные конфеты с различными добавками. Конфеты, которые не присутствуют еще на российском рынке, но присутствуют в других странах. Также мы будем производить еще смеси для домашней выпечки, для хлеб и другие кондитерские изделия. Из небольшого Варигова чай и кофе отправляются не только в Ярославль, но и в Корею и страны ближнего зарубежья. Сейчас ведутся переговоры на поставки в Китай. Кофе, чай, какао и шоколад проходят строгую проверку. Для этого на предприятии работает собственная лаборатория. Сейчас специалисты проверяют бодрящий напиток на влажность. Прибор показал меньше 4% влажности кофе. Это значит, что данная партия в порядке. Павел Волков, Денис Ромашов. День в событиях.